Когда Ильдар Воронков только начинал заниматься каратэ, он и подумать не мог, что будет выступать на чемпионате России. Однако он не только принял участие в соревнованиях такого уровня, но и одержал победу. Для Ильдара это было второе выступление в категории мужчины. На чемпионате России по всестилевому каратэ в Анапе он учел все прошлые ошибки. Потому что, когда я занял третье место, я проработал свои движения, еще раз исправил свои ошибки. Сам совершенствовал себя и показал лучший результат. Золото чемпионата России по всестилевому каратэ – особая награда для Заречного. Несколько лет подряд ее завоевывал Артур Хачатрян. В этом году он не смог принять участие, но его товарищи по команде продолжили традицию. Задача стояла перед Воронковым, чтобы медаль золота с чемпионата России по нашей дисциплине осталась в городе Заречного. Молодец, я их поздравляю. Они действительно сделали все возможное, чтобы медаль оставлять в городе Заречный. Вместе с Эльдаром Воронковым на чемпионате России выступил и Никита Рыжов. Для него это тоже первый турнир такого уровня. Вполне подходящим результатом Никита считает бронзовую медаль чемпионата России. Спортсмен уже проанализировал свои ошибки и поставил себе задачи на этот сезон. Обыграть соперника, который занял второе место, ну и стремиться к первому месту. На соревнования в Анапу отправились и младшие товарищи Никиты и Эльдара по команде. И не только в качестве группы поддержки. Им тоже предоставили возможность побороться за победу. Еще в этой рамке проходили игры боевых искусств, где принимали участие у нас один спортсмен в городе Заречного. И из них 10 отличались. Они все взяли медали. С этих соревнований зареченцы привезли 5 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль. Кирилл Шумкин оказался в числе тех, кто завоевал награды высшей пробы. У нас присутствовало 53 региона на соревнованиях. Было достаточно много сильных соперников. Соответственно, конкуренция была. Ну, в целом, был готов, тренировался и, соответственно, первое место. Но отдыхать спортсменам некогда. Ведь впереди у них новые старты. В ноябре в Орле должны состояться чемпионат и первенство мира по всестилевому карате.